Всем доброго времени суток, вторая партия матча Соломаха Боришн. В первой партии Лася смог победить, и сейчас Олег будет пытаться отыграться. Благо дебют ему, в общем-то, позволяет это сделать, я думаю. Б6-ход не самый амбициозный из-за чёрных. Ну, в блиц-то можно всё что угодно катать. Ну, в конь С3-3, кстати, неудачное решение. Давно известно, что здесь надо играть слон Д3, конь Ф3, херст Е2. Потому что вот тут чёрный получает некоторую... А, да-да-да-да-да, поэтому даже я знаю, есть какой ход А3 вкратчивый. Ну, это спешка на С4 обычно. Ну да. Да, в любом случае, то, что сейчас сыграл Солик, мне не очень нравится. С другой стороны, всё равно проблем-то нет, ну тут вот слон Д2 просто и белых по-любому не хуже. Пешкой. Ну, наверное, да, наверное, даже получше тут у белых. Ну чё, 2-0? Или как-то там два слона стреляют? Нет, там, не знаю. Да нет, не страшно, да-да, можно сыграть. Можно сыграть кунь Е5 ещё. Поднапрячь. Ну, нет, да-да-да, без хитрости. Кунь Е5-4? Да, я сыграл бы кунь Е5 в любом случае. На первых, на А6, там уже кунь Е6 есть. Она... Да. А4... Ход тоже имеет смысл, но... Нет, теперь, если уж пошёл А4, надо играть опять обязательно. Тут вообще без вопросов. А то он сам задвинул. Да, опять надо. Если уж чёрное не воспрепятствование, надо опять играть. Ну, неплохо, а как играет? И дальше задвинул. Тоже, вполне логично. Да, именно сюда, потому что Слон С8, это вообще... Было бы... Ну, как это? Нелогично. А, что? Получше у белых? Да, она надавила на слона. Интересно, вот кем брать на Е5, в случае слона Е5? А, бывает ли? Вот сейчас, чё, ну, может, слон... Не, слон Е8, ну, это вообще... Ну, а, да, хотя так и сыграно, хотя не хотелось так. Не знаю, пассивно. Пассивно, да. Но слона жалко. Может, белым Ф4 может пойти? Нет, белым Ладья А1 сыграл бы сначала. Ладья А1 свою функцию выполнила. Нет, а может, Ф4, Ладья Е3, и туда её. А, ну, тоже типичный план. Не знаю, мне кажется, ровновато для того, чтобы давать мат. Но Олег считает, что пора давать мат. Нет, ну, два слона так посмотрим. Нет, нет, это типичная идея. Вот так часто играют в этом, например, в... Системе Цюкер Торта. Ну, вот, дебют ферзеров пешек, там, где вот это, Б3, слон Б2, слон Д3, коня на Е5 тоже так вбрасывают. Так, 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 я такой даже у Накамова видел. Ну, сблиться-то по-дубому, может. Да, ДЦ, ДЦ. А стоит играть ДЦ, вот я не пойму. Может, надо было... Я сомневаюсь. Может, надо было Ладья Ф3 просто сразу? Не знаю. А, ну, Ладья Ф3, там, наверное, Олег боялся, что-то водит СД, СД, слон Е5, и там, как-то... На взятие пешкой, там, Ферз Д4, ну, не знаю. ДЦ, решение спорно. Но все равно у Белых более активные фигуры. У черных не играет слон Е8, он не участвует в борьбе. Да, единственная проблема, что в некоторой степени мосты сожжены. Структура плохая на ферзовом фланге теперь. Ну, Олегу надо играть на победу. Поэтому его обязывает ситуация в матче что-то такое рисковать. Да, структура плохая. Да, вблиз можно, да и вообще, вбегально победа можно по-разному. Олег мог получить что-то похожее, а только не играет ДЦ, у него была бы структура нормальная и такую еще ресурсу по-прежнему. Ладья Ф3, надо играть Ладья Ф3. Если я сказал же Ф3, то это абсурд. Не, не, не. Ладья Ф3, да. Вбрасываемую туда. И Ф5. Не нравится мне этот ход. Я не понял. Ну, конь на Е5, когда на Е5 лучше поддерживать максимально. Олег пытается фигур на атаку провести, но... Да, слон Д7 хороший ход. Коня менять жалко. А, стоп. Ладья бьет Ф6. Да, я перехвалил на этот ход Ладья Ф6. Ладья бьет Ф6. Если Ф6, то конь Д7, надо было ДжФ. И тогда там конь Ж4. Может быть не конь Ж4, а Феркзаж 5. Ж5 Феркзаж 5. А, или так. И на ФЕ Феркзаж 6, на Ф5, он С4 мат. Ну, почти мат там черный. Ладья Ф7, Феркзаж 6, понятно. Олег, найди Ладья бьет Ф6. Да, к сожалению, у нас не лайв-трансляция, Олег не может. Да, к сожалению. Ну, даже лайв-трансляция задержки. Нет, ну нет никаких сомнений, что Олег видит Ладья Ф6. Вопрос в том, испугается он так играть или нет. Ну, по-моему, очень опрашивается. Прям так. Заманчиво. Да, с Ф6 вообще не по таких условиям не работает, потому что после конь Д7, мало того, что уже для него разладью, это еще и вилка. Там и вилка, нет, ну там понятно, что Феркзаж 6, ни в коем случае. ЖФ придется играть. Да. Не, ну должно быть, выигрываю еще так. ЖФ. Ну там сразу все взлетается. Два слона стреляют в ферзь в атаку. Да, должно быть выигрываю. Олег считает. Я уверен, он все считает. Олег не прав. Что здесь считать? Сначала обе, а потом вот после ЖФ считай. Других ходов-то все равно нет. Хороших у белых. Да, побил. Молодец. Да, все решат вот следующие два-три хода. Ну, ЖФ это надо, а вот как точнее всего проводить это атаку интересно. Знаешь, как я еще думаю, может быть довольно сильно. Ну, это не столько действительно сильно, сколько мне просто нравится идея. На ЖФ пойти ладья А4. Ааа, симпатичный. И на слон бьет А4, и уже ферзь в А4 и ферзь в А5 мотует. Да, да. Или там ферзь в А4, слон А6, ну не важно. В общем, мат там 100% есть. А если не брать, то ладья на Ж4 приходит. И тоже выглядит опасно. Ну, тревожно за черных, очень. Ну, я не уверен, что на А4 это самое четкое решение. Я обстоял на ЖФ, Ферзь А5. И по-моему, по-моему, черный пустомат там. То есть, ЖФ, Ферзь А5. Коня терпеть невозможно, надо брать коня. Ферзь бьет А6. Грозит мат на А7. Ф5. Опять же, ход Ф5 единственный, из солнца 4 шаг. Взял. И вообще посмотрим, какое решение выберет Олег. Я надеюсь, что Ферзь А5, потому что Ферзь А5 выигрывает. Конь Ж4 слабее или нет? Все-таки в конь Ж4. Ну, тоже неплохо, но... Тоже хорошо. Да, тоже хорошо. Брать коня абсолютно противопоказанным, Шерзь на их 5 приходит с матом. То есть, на черный придется допускать коня на А6. И там потом опять Ферзь А5 вылетит. Ну, наверное, да. Посмотрим, посмотрим, что Лекс делает. Пусть уже он выбирает. Наше дело комментировать, а не считать варианты, в конце концов, запряжённые. Ну, мы же комментируем не футбол, а... Да, мы делаем вид, что мы... разбирающиеся люди предметы. Хотя, на самом деле, это не так. Да, особенно и я. Ну, я тоже. Так. Ну, что ещё? Что ещё белые могут сделать? Я хотел это сказать, но, по-моему, это слабо. А, Ф5? Какой смысл ИФ5 допускать? Я не понимаю. А, не пойму. Я тоже была идея, но я и создаю отверг, и заходу ИФ5. Так, ну, если Олег сейчас думает, то мне это совсем не нравится. Получается, что он зевнул ИФ5, что ли? Да я не верю, что он мог зевнуть ИФ5. Не, мне это категорически не нравится. Зачем слона загораживать своего? Я не понимаю. Чёрным стэмпом закрыть слона Д3, главную атакующую фигуру. Нет, ну, всё равно атак сильная, но это явно, явно не лучшее решение было. Не, не, надо было Ф5 сильно, по-моему, конь З4 тоже было. А это да, он стэмпом закрыл свою же диагональ для слона Д3. Хочешь я сейчас проверю, какая первая линия была вместо ферзей 4? Давай. Мы не будем включать движок для текущей позиции. Первая линия была слона 6 с оценкой плюс 5. Вот даже как. Да. Ферзей 5 тоже плюс 5, конь З4 плюс 3. Плюс 4, так что любой из наших ходов был намного сильнее. После ферзей 4, неважно какая оценка, но скажу, что намного меньше. Всё равно в пользу белых, но намного-намного меньше. Да, если я, кто при партии не выиграет, будет обидно. Хотя, я думаю, он её выиграет всё-таки. Ферзей 3. А хлопнуть на Ф7 там нельзя было? Сразу, а зачем? А сейчас куда королю уходить? А, куда королю уходить? А, нет, всё нормально. Только на Ф7 уходить королю. Тогда можно ударить слон бьёт h6, например. Да, король h7 единственная, потому что король h8, конь f7. Ну, а король h8 слон h6 смотрит. Слон h6 с темпом, да, это единственная. Да, сыгранная, и вот тут надо Олегу напрячься ещё раз. Хотя я не вижу прямого выигрыша, на самом деле. Момент прямого выигрыша уже упущен. А, если ферзь... h3, отдай на е5. Ладья е5. Да-да, взял на а6 ферзём, король g8. Ну, как бы ладьи не хватает. Как бы и вообще нету ничего, да. Не, мне кажется, надо слон h6 играть. Уже... Хотя он тоже не убеждает, но надо так играть. Олег слон h6. Слон h6, король h6, конь f7 бьёт. Нет, нет. Ой, сразу. Конь f7 теряется координация, мне не нравится. Что сейчас на ферзе в 6? Конь е5, его ещё преимущество было в том, что он держался на d7 вариант. Да, да, теперь-то он его не атакует, ферзи в 6 сыгран. Ну, по-моему, шордах лучше уже. Ой-ой-ой. Ну, хлопнуть на а6-то надо коню. Не уверен, правда. Да нет, наверное, надо, но... У него когда мало времени, позиция, ну, она уже вызывает некоторые сомнения. То есть такого, такого превеса, который был, уже нет, конечно. А если следующий ход ферзь h3, то паскаролю начнёт удирать, да? Я бы... Если я Васе ничего не сделаю, то всё станет хорошо. Мне кажется, на следующий ход ладья f1. Потому что надо включать последнюю фигуру в игру. Угу. И ещё раз надавить на f5. Ну, да. Нет, наверное, всё очень неплохо, да, у белых? Ну, по крайней мере, в блиц вот такая позиция неприятная чёрными. Ну, она вообще неприятная белыми тоже, если честно. Много фигур висит. Тяжело разобраться. Но чёрный играть сложнее. Король на h7 всё-таки более... В более опасной ситуации, чем король на h1. Ладья е4. О, как. Я в ладья f1 пошёл. Зачем чёрным позволять раскрутиться? Ладья f1 и по-прежнему всё угроза на месте. Отлично. Сделано. Мне кажется, ладья а на е8 теперь единственный ход за чёрных, чтобы не проиграть сразу. На е8? Ладья а на е8, да. Почему? А как играть? Сейчас он е4 грозит. А, сейчас ты грозит, да-да-да, всё, понял. Сейчас грозит. Да, ладья а на е8 сыграет, а на слонжи 5. Слонжи 5 не убеждает меня. Совсем не убеждает. А, может, ферзь аж ты? Или ферзь аж 4? Ферзь аж 4 и подбой. Ой, аж 3, да. Ой, 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 ой. О, я же 4, что это за ходы? Надо же атаковать было. На доминацию. А как бы сейчас кроен вход ферзь аж 6 за чёрных не проходил? Ну ладно, это неважно. Проскочили момент уже. Олег правильно, мне кажется, уже сделал, чтобы взял это качество. Мозоли от груза, ладья аг-4. Взял. И что получилось? У Белого выиграна, но... А, нет, у Белых 100. Почему у Белых выиграна? Конь на 6 повис. Ай-яй-яй. Ой, ну вот, всё. Это всё. Это опять без фигуры. Шах. А, ферзь аж 6. А, ферзь аж 6, ферзь бассейн, да? Ой. Ну, шахнуться 7. А, а их намекает на то, что много пешек. О, как. Нельзя брать, конечно. Ну, так, для блица неплохо. Думаю, чёрного никто не заставляет брать. Ну да, это не шашки. Или я чё-то путаю. Мы комментируем шахматы или шашки? Да, судя по игре, шашки. Судя по игре, шашки, если честно. Да, если Олег сейчас такой прыгает, будет очень обидно. А если он сейчас заматует? Да нет, не должен. Ну да, если ты не заматываешь, есть такое правило. Я на всякой был бы. Ну, это не важно. Такой конструкции нет, просто матовый здесь, к сожалению. Вообще ни одной. Ну да, я не вижу. Ну, проигран обил. Теперь на 6 падает главная пешка. Ж4. Ну, это король ещё ослабляется. Не веришься. Ж5. Ну, тебе пешки нет. Олег Ферзи пошёл. Ферзь Д3. Нет. Ферзь Д3. Ну, не работает все, что это. Во-первых, черные не обязаны брать опять. Король Б-70 ход. Сюда. Это под шарик. Под мат на Ж2. Ну, это было там уже без сего, было понятно всё, если честно. Ну, это одна из... Одна из, в общем-то, лучших партии Олега первые 20 ходов за последнее время. И одна из худших. Всё вспомнило. Да, ну, там же... Такую атаку можно было не довести до победы, конечно, непонятно. Ж5. Да, печалька. Вот, блин... Ну, вот где там был? Вот вместо Ферзи Е4 же. Да, ну, да, вместо Ферзи Е4, но абсолютно очевидно, что не стоит их 5 провоцировать. И любой ход выиграл. Ну, правда, вот любой ход. Ферзь H5, перволиния. Плюс 6. Конь 4. Плюс 4. Слон Бьет H6, плюс 5. Не, ну, слон Бьет А6 вот мы не видели, а тоже интересно. Да, Ферзь H5, вот. Неплохо. Ладно. Бывает. Да, просто Ферзь H5 просто, да. Конец. Финиш. Ну, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. Для вас играли Олег Соломаха и Василий Боришин и комментировали Дмитрий Анисимов, Никита Петров. Оставайтесь с нами, интрига в матче возрождается. Да, всем до свидания.